ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во-первых, состав казанцев был необычным. Лидеры получили отдых. Один из земчонок перенес операцию по удалению аппендицита и вернется к команде уже в феврале. Соскучившись, место в диагонали занял Максим Михайлов. Пасовал ему Лоран Олекна. Пару доигровщиков составили Сурмачевский и Нгопет, а пару центральных — Самойленко и Кононов. Кротков в роли Либер. Ну что сказать, ну все-таки команды немного разные цели преследуют. И о результате сейчас, наверное, лишним поговорить. Поиграли те ребята, которые мы хотели видеть сегодня на площадке. И даже Максу на этой позиции было и комфортно, и немножко для него даже это было сделано, чтобы он вспомнил. И через несколько месяцев уже ему предстоит в другом качестве выступать. Поэтому не будем забывать. К сожалению, это все связано с отсутствием Дениса Зимченко. Знаете, да, что он немножечко выбыл, хотя немножко это в районе месяца. И сейчас нам придется искать какие-то варианты. Ну и Макс в диагонали — это один из них, в общем-то. Хотели Соколу дать отдохнуть. К сожалению, с Денисом неприятность случилась. Поэтому и мне как практика, и Цитану удалось отдохнуть. Также в отсутствии Федора Воронкова нам нужен кто-то на позиции принимающего, если нужно дать иногда передохнуть или Максу, или Андрею, чтобы усилить прием. Подача. Именно фирменная казанская подача стала определяющим фактором матча. Последний раз она, пожалуй, летела так же успешно в Москве в финале четырех Кубка России, который остался за казанцами. Правда, первый сет получился равным. И лишь в его концовке гости стали ошибаться в приеме. Серии подач Самойленко-Ингапета позволили хозяевам создать отрыв. А Андрей Сурмачевский набрал 7 очков за сет. 25-21. В первой партии ровная борьба. Я в большей степени связываю с волнением тех ребят, которые не имеют игрового ритма. Они выходят буквально эпизодически на игры. И это реально непросто. Ну, Андрюха, наверное, не великий матч провел сегодня. Но в то же время необходимо ему играть. То есть это отличный игрок, отличный человек, который нам помогает, как никто, наверное. Любая возможность, любой шанс. Он заслуживает место на площадке. Он заслуживает, чтобы играть, максимально играть. И будем стараться использовать. Второй сет начинается с рывка 4-0 на подачах Олегна, который оформляет 2 эйса. При этом Лоран обеспечил 73% в атаке для своих партнеров во второй партии. Гапет добавил огня еще одним эйсом. А Сурмачевский выдал невероятную, но привычную для него серию с тремя эйсами. Итого 6 эйсов за партию от хозяев. В первой партии, видимо, начали разыгрываться. Вот со второй партии, когда подача полетела, стало гораздо легче. Сразу набираем отрыв. Когда отрыв есть, играть сразу становится гораздо проще. На этом выехали, я думаю. И все становится полум. Как бы все получается сразу. Мы пытаемся пробовать элементы, которые неуверенно идут, когда там очко в очко идем, допустим. Почувствовали себя настоящими лидерами сегодня. То есть прям все получилось, все, что хотели. Первая партия хорошая, интересная получилась. Вторая, третья нарвались на очень приличную подачу в Зенита. Не справились с приемом. Все, игра закончилась. Да, исполнители в Зените качественные. Спротивление нужно делать. Даже если ты проигрываешь, нужно приучаствовать на следующий эпизод. Мы сыграли хорошо, в первую очередь на подаче, что, в принципе, наверное, мы и должны делать. Подача, наверное, сейчас самый основной элемент. И на нем нужно действовать как можно лучше для того, чтобы побеждать. То есть здесь, Андрюха, правый стык у тебя. Не важно, либера, не либера, правый стык у тебя. И ее, эта линия, на три метра после этого предложить себя уже, да? Кто тебе удобно? Супер, быстро. И пока с Эмми то же самое, как сказали. Поехали. Бывай! Вау! Третий сет, как продолжение второго. Казанцы вновь валивают подачу. Гостям приходится очень непросто. Еще четыре эйса за партию. И все на счету пулемета Максим, который превратил счет 2-2 в 15-2. Неудивительно, что самыми результативными игроками матча стали Михайлов и Сурмачевский, набравшие по 16 очков. А в самой концовке Алексей Вербов выпустил на площадку молодого либера Илью Федорова, который помог довести дело до итоговой победы. 25-12 в третьем сете и 3-0 в матч. Волейбол не только на подаче строится. Понятное дело, что мы выбили команду соперника с приема, отодвинули от сетки и за этим уже набирать очки гораздо легче. Я вам уже говорил не раз, что это будущее казанского «Зенита» для меня. То есть это очень талантливый парень, в котором мы видим отличную перспективу. И мы его подключаем уже к нашей команде. Впечатления хорошие, потому что выиграли. К сожалению, год начали с двух поражений, поэтому было очень важно победить для того, чтобы были хорошие эмоции, для того, чтобы двигаться дальше. Причина не в диагональном игроке. Причина, я считаю, доигровщикам добавлять на одной из позиций. Понятно, для нас зим пока не достигаем, но с другими соперниками будем бороться. Для нас сейчас в Лиге Чемпионов уже начался плей-офф. В общем-то, ничего не потеряно. Есть абсолютно нормальные шансы для того, чтобы пройти дальше. Но для этого каждый матч нужно побеждать и идти к своей цели. Хочется верить, что эта победа добавит моральных сил казанцам, у которых впереди три топ-игры. В рамках Чемпионата России в Казань приедут Белогорье и Санкт-Петербургский «Зенит». Но будет это уже в начале февраля. Ближайший же поединок состоится в Казани 29 января в 19 часов по московскому времени. Это Лига Чемпионов и бельгийский «Гринярд», который в первом матче был сильнее казанцев со счетом 3-2. Теперь же у «Зенитовцев» нет права на ошибку в главном турнире Старого Света. Им очень нужна ваша поддержка. Билеты со скидкой вы без труда можете приобрести на официальном сайте клуба. Мы «Зенит Казань». Подписывайся на ZTV.